Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Давайте продолжим нашу тему. В предыдущих эпизодах мы говорили о божественном исцелении. Строчку за строчкой изучали разные случаи исцеления в служении Иисуса. Прочитаем еще раз. Марка 8, 22 стиха. Послушайте. «Иисусу наше спасение стоило всего, и оно включает в себя исцеление. Нам нельзя это недооценивать, и не следует мириться с отсутствием здоровья, которое стоило ему всего. Нам нужно высоко чтить и уважать ту цену, которую он заплатил, не допуская в свою жизнь ничего, что идет вразрез с исцелением». Итак, Марка 8, 22. «Приходят в Ифсаиду и приводят к Иисусу слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки. И спросил его, видят ли что. Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». В предыдущем эпизоде мы говорили, что люди, приведшие слепого к Иисусу, чего-то ожидали. Слепой чего-то ожидал, иначе он бы не позволил привезти его туда. Приведшие слепого люди заботились о нем. Нужно, чтобы в вашей жизни были люди, которым вы важны, потому что в момент нужды вам может понадобиться помощь, чтобы попасть туда, куда вам надо. Я хотела бы немного повторить для наших зрителей то, о чем мы говорили в предыдущем эпизоде. Почему Иисус вывел этого человека вон из селения? Мы с вами читали Матфея 11, с 21 по 24 стих. Там Иисус перечислил три города – Хоразин, Вифсаиду и Капернаум. Он совершил великие дела в этих трех городах, но они отвергли его. И Иисус провозгласил горе этим городам – Хоразину, Вифсаиде и Капернауму. Он, по сути, дал им понять, из-за вашего непринятия у вас больше не будет никаких чудес. И этого слепого привели к Иисусу в Вифсаиду, в один из осужденных городов. Значит ли суд над этими городами, что Бог был зол? Нет, Иисус уведомил их. Поскольку вы отвергли Бога, Он ничего не может сделать. Не то, чтобы Он не хочет. Он хочет, но вы Ему не даете. Именно в таких обстоятельствах оказался этот слепой. Он находился в Вифсаиде. Что же нам известно о Вифсаиде? У большинства жителей не было веры. Они были полны сомнений. Они отвергали Иисуса. Однако некоторым людям был важен этот слепой человек. И они, очевидно, достаточно слышали об Иисусе, чтобы привести его к Нему. Но Иисус отделил слепого от тех, кто привел его, и вывел его за пределы города. Почему? Потому что Иисус так сильно хочет исцелить вас, что уведет вас побыть наедине с Ним, вдали от атмосферы сомнений и неверия. Потому что Он так сильно хочет, чтобы вы получили свой ответ. Итак, мы видим, что не Бог плохо обходился с этими городами, а эти люди сопротивлялись Богу. И слепого пришлось увезти в другое место. Мне нравится, что сказал один служитель по поводу схожей ситуации. Он был исцеляющим евангелистом с великолепными результатами. И вот он отправился в один город, но там не было результатов, обычно сопровождавших его крусейды. В плане исцеления. Пасторы это заметили. И спросили его, почему. Евангелист ответил, обычного количества исцелений не было, потому что в этом городе не звучит голос исцеления. Очень мало служителей провозглашают исцеление, так что люди отстают, в вере, в ожиданиях, и мне приходится их учить. Было бы лучше, если бы они уже имели знания, чтобы просто прийти и получить помазание исцеления. Но поскольку у них не было знаний, он практически был вынужден распахивать целину. Так что важно, насколько в данном конкретном месте верят в движение Божье. Вы скажете, как это касается меня? Позаботьтесь, чтобы ваш дом был тем местом, в котором верят Богу. Сделайте все, чтобы в вашем доме происходили чудеса. Потому что чудеса могут происходить в вашем доме независимо от того, происходят ли они где-либо еще. Но вам нужно подготовиться, создать благоприятные условия для силы, благоприятную обстановку для того, чтобы Бог мог проявляться так, как Он хочет. А Он не может проявляться в атмосфере сомнений, неверия и страха. Нужна атмосфера веры. Итак, мы видим, что Иисус настолько хотел помочь этому человеку, что не был готов просто сказать, «Мне жаль, но ты окружен неверием, ты живешь в неверующем обществе, так что Я не могу тебе помочь». Нет, Он так сильно хотел ему помочь, что сказал, «Знаешь что? У меня есть план. У Бога всегда есть план, как вам помочь». У Него всегда есть план. Когда, казалось бы, выхода нет, у Него всегда есть план, как вам помочь. Итак, Иисус вывел Его вон из того города, которому был вынесен приговор. И после того Библия больше не упоминает, что Иисус совершил хоть одно чудо в тех трех городах. Опять-таки, не потому что Он что-то удерживал, а потому что люди отвергли Его. 23 стих. «Он, взяв слепого за руку, вывел Его вон из селения и, посмотрите, плюнув Ему на глаза, возложил на Него руки. Я не знаю, плюнул ли Он прямо Ему в глаза, или плюнул себе на руки и потом возложил руки на Его глаза». Кто-то скажет, «Какой необычный метод служения! Почему Иисус так служил?» Несомненно, так Его повел Дух. Мы не видим, чтобы Он каждый раз так поступал. И нужно быть готовыми принять и согласиться на любой метод, который Бог считает уместным для ваших обстоятельств, для вашей ситуации. Нельзя привередничать. Хорошо, этому человеку разрешу за меня помолиться, а этому нет. Поясню. Бывало, во время молитвы за исцеление, вперед выходило так много людей, что мы просили других служителей выйти и помочь нам молиться. И люди, попав в очередь к другому служителю, переходили оттуда ко мне или к моему мужу, потому что они были разборчивы. Если этих служителей одобрил тот, кто ведет служение, наверняка можно смело пойти и позволить любому из них послужить вам. Не надо решать, вот у этого я могу исцелиться, а вот у этого нет. Просто позвольте Богу двигаться и благословлять вас. И не нужно указывать Богу, как Ему следует вам служить. Многие люди говорят Богу. Мне нужно обеспечение, и я верю, что оно придет вот таким путем или таким путем. Но я не указываю Богу, потому что у Него больше путей, чем мне известно. Точно так же с исцелением. Не нужно решать, как кто-то должен вам послужить, чтобы вы исцелились. Что, если бы этому человеку не понравилось, что на него плюнули? Это не вписывалось в рамки приличия, не так ли? Кто-то может сказать, что это унизительно. Если вы слепы, если вы слепы, и у кого-то есть помощь и исцеление для ваших глаз, тут уже нет ничего унизительного. Ничего унизительного. Это не имеет никакого отношения к унижению. То, что помогает, не унизительно. Кто-то может сказать, я бы никому не позволил на меня плевать. Если мне нужно исцеление, пусть плюет любой, кто может мне помочь. Если у него есть сила, и он вадим Богом, вперед. Мне нетрудно умыться. Я хочу быть послушной Духу Святому, руководящему служителями, которые мне служат. Я лучше исцелюсь, чем буду защищать свою гордость. А есть люди, которые ни за что не согласятся, не позволят ничего подобного. Что, если бы Иисус проводил молитву за исцеление прямо там за городом возле Вифсаида, не только для слепого, но и для других людей? И при них плюнул бы на этого слепого. Сколько человек осталось бы стоять в очереди? Кто ушел бы из очереди? Все зависит от того, насколько сильно вы хотите исцелиться. Все зависит от этого, так? Слепой показал, я хочу исцелиться. Я хочу. Иисус не всегда касался больных. В этом случае коснулся. Иногда он просто говорил слова. Что я хочу этим сказать? Не будем ограничивать Бога. Не будем ограничивать то, как Он может нам служить. Пойдем дальше. Иисус спросил этого человека. Видишь ли ты что-то? Это необычно, не так ли? Мы не встречаем такого в других ситуациях, где Иисус служил больным. Интересно, почему? Посмотрим на 24 стих. Слепой, взглянув, сказал «Вижу проходящих людей, как деревья». То есть, есть улучшение, но неполное исцеление. Нет ясности, четкости, которая свойственна идеальному зрению. Итак, мы видим улучшение. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что в служении Иисуса были случаи улучшения. Не мгновенного, немедленного исцеления, а улучшения. Этот человек видел силуэты, но не детали. То есть, исцеление пришло к нему постепенно. Сначала его зрение восстановилось частично. Иногда, веря Богу об исцелении, мы видим улучшение. Будьте благодарны за улучшение. Не начинайте колебаться из-за того, что что-то не произошло мгновенно. Многие люди начинают верить Богу, и из-за того, что ничего не происходит немедленно или мгновенно, они перестают верить. Бог хочет учить, наставлять и тренировать нас держаться за Его Слово, а не за степень улучшения или мгновенное исцеление. Чтобы мы были вводимы Его Словом, держались за Его Слово, а не за то, есть ли у нас улучшения и какие. Вы скажете, пастор Нэнси, я верил Богу, я высвобождал свою веру, и ничего не изменилось. Просто продолжайте верить, просто продолжайте верить. Не говорите Богу, как это должно произойти. Просто выполняйте свою часть. Просто продолжайте верить. Постепенное исцеление – все равно исцеление. Улучшение – это все равно исцеление. Аминь. Вспомните, как сотник пришел к Иисусу просить о Своем слуге. Преданный слуга, которым сотник дорожил, был болен. Библия говорит, что он был при смерти. Иисус сказал, я приду и исцелю его. И что ответил сотник? Тебе не нужно идти. Задумайтесь, если бы у вас была нужда, очень близкий вам человек из вашей семьи находился бы при смерти. И Иисус сказал вам, я приду к тебе домой и исцелю его. Вам бы хватило веры, чтобы сказать, тебе не нужно идти? Так поступил сотник. Он сказал, тебе не нужно идти ко мне домой. Скажи только слово. Просто скажи. Потому что твоего слова достаточно. Помните, сотник сказал Иисусу, У меня в подчинении есть люди. Говорю одному, пойди и идет, и другому приди и приходит, и слуге моему сделай то и делает. И Иисус сказал, в Израиле не нашел я такой великой веры. То есть этот человек не был евреем, он просто понимал власть. Он понимал, что Иисус может просто сказать. И мы читаем, что с того часа его слуга начал поправляться. Что это значит? Это был процесс. Это было улучшение. Это не было мгновенно. Я хотела, чтобы вы увидели, что есть и другие места Писания, рассказывающие о немгновенных исцелениях. Люди получали полное исцеление, но оно приходило постепенно. Так что не переставайте верить. Не позвольте дьяволу отговорить вас от того, чтобы верить, просто потому, что все продвигается не так быстро и не в той степени, как вам хотелось бы. Не ограничивайте Бога мгновенными ответами, потому что улучшение тоже сверхъестественно. Тоже сверхъестественно. И тут многие заблуждаются, сводя действия Бога только к мгновенным. Они думают, не мгновенно, значит, не работает. Или, я ничего не чувствую, значит, не работает. Однако силу можно чувствовать, а можно и не чувствовать. Поэтому не ограничивайте Бога. Не переставайте верить. Если исцеление не приходит мгновенно, просто не выключайте веру. Иисус сказал, что наше дело верить, что мы получаем. Это наше дело. А не указывать Богу, как все должно произойти, когда все должно произойти, через кого это должно произойти, каким методом. Наше дело верить. Наше дело верить. Не будьте заняты вопросом «когда». Не будьте заняты вопросом «как». Просто будьте заняты верой. Просто продолжайте высвобождать свою веру каждый день. И не теряйте ожидания. Итак, это единственный раз, когда мы видим, как Иисус дважды возлагает на кого-то руки. При первом возложении рук слепой прозрел только частично. Он видел силуэты, но не детали. И поскольку это единственный раз, когда мы видим, как Иисус дважды возлагает на кого-то руки, стоит задуматься, почему. Почему именно на этого человека Он дважды возложил руки? В чем была причина? Связано ли это с тем, что слепой был в том городе? Посреди людей, отвергавших дела Божьи. Повлияло ли это на Его веру? Осмелюсь сказать, что это сдерживало Его веру. Осмелюсь сказать, что это повлияло на Его веру. Отразилось ли это на Его вере? Вполне возможно. Иисус не раз говорил людям, исцеленным через Его служение, «Вера твоя спасла тебя». Помните? Много раз, не каждый раз, но очень много раз, когда Иисус служил кому-то, и человек получал свое исцеление, Иисус говорил, «Вера твоя спасла тебя». То есть, Он проводил связь между мерой веры, высвобожденной человеком, и полученным результатом. Этому слепому Иисус послужил дважды. И я бы сказала, что это было как-то связано с Его верой, а на веру этого человека влиял тот город, в котором он находился. Отсюда ясно, что мы получаем что-то от Бога не на основании веры самого Бога или Иисуса, а на основании нашей веры. Однако милость Иисуса настолько замечательна, что Он еще раз возложил руки на этого слепого, потому что в этом нуждалась Его вера. Его вере это было необходимо, и Иисус вышел навстречу Его уровню веры. Это не было отражением веры Иисуса, это было отражением веры этого человека. Вера этого человека нуждалась в том, чтобы ей послужили более одного раза. Нормально возложить на кого-то руки больше одного раза. Если того требует вера этого человека, встретьте его на уровне Его меры веры, потому что Бог хочет, чтобы он был исцелен. Аминь. Слава Господу! Сказалось ли на вере этого человека окружение, отвергавшее Божьи дела? Я осмелюсь сказать, что да. А потому нам не следует находиться в обстановке, отрицательно влияющей на нашу веру. Нет, вы не можете жить в отшельничестве, но вы уж точно можете выбрать, кто будет говорить вашу жизнь. Возможно, члены вашей семьи, близкие люди, родственники не верят так, как вы. И вы не можете отделиться от всех. Но вы точно можете решить, кого вы будете слушать, кому вы позволите быть голосом в вашей жизни. И если у вас нет общения веры с близкими людьми, поместная церковь, учащая вере, восполнит этот недостаток. Но для этого вам нужно находиться в этой среде. Аминь. Аллилуйя. Иисус терпеливо продолжил работать со слепым. Он был с ним терпелив. Благодарение Богу, что Он терпеливо продолжает с нами работать. Как много раз мы могли, нам следовало бы дойти до чего-то быстрее. Мы все, наверное, можем, закрыв лицо от стыда, сказать, «У меня ушло так много времени на то, чтобы что-то понять, во что-то войти». Но спасибо Богу, что Он терпелив. Аминь. Иногда требуется время, чтобы куда-то войти, но Он не отступается от нас, пока мы учимся входить в Его поток и сотрудничать с Ним. Аминь. Поймите, в Ветхом Завете ни разу не говорится, что кто-то был исцелен от слепоты. Именно Мессия вошел в этот поток. И таким образом, конечно, выделился на фоне всех других пророков, потому что люди исцелялись и в прошлом у других пророков. Но именно Иисус впервые открыл глаза слепому. Когда Иисус встал и провозгласил в Луки 4, 18 слепым прозрение, это было очень серьезное заявление. И слепой вкусил этот мессианский поток, который теперь принадлежит всем нам. Нет, мы не Мессия, но мы воскрешены и посажены с Ним, и Он дал нам власть, так что у нас должны быть результаты. Посмотрим 26 стих. Иисус послал его домой. Интересно. Сказав, «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Иисус послал его домой, но сказал не заходить в селение. О чем это говорит? Он не жил в селении, Он не жил в Евсаиде. Иисус послал его домой, сказав, «Не рассказывай никому, даже не иди туда, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Что значит, Он жил в одном месте, а время проводил в другом. Проводите время там, где вы поставлены. Не так ли? Иисус послал его домой, сказав, «Не заходи в селение». Значит, его дом не мог быть в селении, потому что Иисус сказал ему не заходить в селение. Когда Бог помещает вас куда-то, на то есть причина. Не оставляйте то место, куда Он вас поставил. Этот человек жил за пределами в Евсаиде, но проводил время с теми, кто не был частью Его сообщества. И я не говорю, что нельзя посещать разных людей, не поймите меня неправильно. Я говорю, что нужно выбирать. Данное сообщество отвергло Бога, и это повлияло на слепого. И Иисус сказал ему, «Иди домой, не возвращайся туда». Итак, важно, куда вы идете после исцеления. Важно, с кем вы общаетесь после исцеления. Потому что Иисус сказал ему, «Не возвращайся в тот город и даже не рассказывай никому из того города, что с тобой произошло». Почему? Потому что они отвергли меня. Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Когда люди не почитают, не ценят, не любят то, что вы любите, не берите чудесные, драгоценные Божьи дела и не делитесь ими с теми, кто просто будет над вами насмехаться. Нужно быть вводимыми Духом Святым. Не поймите меня, неправильно, есть люди, находящиеся в неведении, и они могут над вами смеяться из-за неведения. У людей же в этом городе были знания, но они все равно выбрали отвергнуть Иисуса. Это другой случай, не правда ли? Итак, очевидно, исцеленный слепой не жил в этом городе, который отверг дела Божьи, отверг то, что делал Иисус. И Иисус не просто сказал этому человеку пойти домой. Он сказал ему, как сохранить свое исцеление. Иисус сказал ему, как удержать то, что он получил. Поймите, все, что вы получаете от Бога, дьявол пытается украсть. И то, чем Бог вас благословил, не сохраняется автоматически. Не сохраняется автоматически. Вам нужно держаться за это верой и послушанием. Что если бы этот человек поступил наперекор словам Иисуса, сказав, а как же приятели, которые привели меня к Иисусу, я пойду поговорю с ними? Он потерял бы свое исцеление. Почему? Потому что он вернулся бы на территорию неверия. И это неверие разбавило бы его веру. В общении с неверием вера не становится крепче. Не рассчитывайте на то, что в общении с сомневающимися людьми, которые отвергают слово, смеются и издеваются над ним, ваша вера станет смелее. Нет, она будет разбавлена, ослаблена. Иисус сказал исцеленному, как защитить свою веру, не быть частью сообщества, выбравшего отвергнуть дела Божьи. Иисус по сути сказал ему, как сохранить исцеление. Как сохранить исцеление? Защищать свою веру. Потому что мы ведем дела с Богом верой. Аминь. И один из способов защитить то, что Бог вам дал, быть рядом с людьми веры. Будьте рядом с людьми, которые любят то, что вы любите, почитают то, что вы почитаете. Итак, мы с вами увидели, что сделал этот человек, что он получил и что нам доступно. Аминь. Я хочу помолиться. Давайте помолимся за наших зрителей. Отец, мы благодарим Тебя за истины Твоего Слова. Оно светильник ноге нашей и свет стезе нашей. Мы так благодарны за свет Твоего Слова. Спасибо Тебе за полноту Твоего обеспечения для нас. Отец, Ты сказал в Своем Слове, что множество народа стекалось, чтобы слушать и врачеваться. Прямо там, где вы находитесь, поскольку вы слушали, вы можете исцелиться. Если вы принимаете учение Слова, вы можете принять исцеляющую силу. И мы соглашаемся с вами об исцелении. Мы говорим телам быть здоровыми с головы до ног. Мы говорим боли уйти, болезни уйти во имя Иисуса. Тела дофункционируют правильно. Во имя Иисуса мы верим вместе с вами. Бог да благословит вас. Аминь. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения меди-фрейм. Продолжение следует... Продолжение следует...